Сегодня, по словам специалистов, доступность объектов для инвалидов в Кустанае по-прежнему оставляет желать лучшего. Где-то нет пандуса, а если он есть, то не соответствует требованиям. На другом объекте нет поручи ни к нему, ни к лестнице. А еще нет контрастных окрасок и информационных указателей для людей с нарушениями зрения. Нарушений немало. В 2017 году сотрудники департамента провели 87 проверок и выписали 35 подписаний. Другими словами, получается, что почти на каждом втором из проверенных объектов были выявлены нарушения. Кто-то говорит, что он не в курсе. Хотя это, я думаю, что, наверное, уже отговорки, потому что об этом уже везде говорят. Вот это уже и практика имеется, вот этих адамштраф, которые, наверное, все знают. Это первое. Ну и второе, это просто социальная безответственность данных людей, которые не хотят, наверное, делать доступ. За свое незнание или же халатность руководители учреждений уже оштрафованы на 4,5 миллиона тенге. При этом в департаменте социальной защиты отмечают, что каждый случай они рассматривают индивидуально. В первую очередь это касается государственных учреждений. Если руководитель, например, этой организации никогда не запрашивал с бюджета деньги на эти цели, то есть он не был заинтересован в том, чтобы сделать доступ, то тогда мы привлекаем данное должностное лицо к ответственности. В департаменте также отмечают, что согласно действующему законодательству проводить проверки учреждений по собственной инициативе они не могут. Для этого необходимо обращение физического лица, либо общественной организации. Между тем, только по официальным данным, к примеру, на сегодня, из 420 объектов образования доступны для инвалидов лишь 36%, здравоохранения 13% и центров обслуживания населения всего 8%. Виктор Ваташко, Диар Ахмечин, Андрей Деменок, РТН.